Добрый день, уважаемые отдыхающие и гости нашего города Краснодар. Приехали в нашу достопримечательность. Одно из достопримечательностей это парк имени Сергея Галицкого. Частный парк, большой площадью, общая площадь 22,7 гектара. И вот такая большая парковка со стороны здесь дублер, а с той стороны улица Восточно-Кругликовская. Можно заходить и с той стороны, но там парковку для автомобиля сложно найти, а здесь места много. Когда футбольные соревнования происходят, все здесь работает. Переходим в дорогу и заходим в парк. Это тренировочные футбольные поля. Стадион Краснодар. Территория парка закрывается, работает до 11 часов. Площадь озеленения в парке порядка 12,5 гектаров. На территории высажено 2500 деревьев. Очень много газонов. Также на территории парка расположено 2000 светильников. Парк сделан таким образом, чтобы его можно было использовать все 4 сезона. Какие-то трансформации с ним будут производить. И он будет, как и летом, весной и зимой, и осенью принимать гостей. Площадь парка. Также строения отделаны гранитом, рамором и известняком. Есть детские площадки, есть водный лабиринт. Мы к нему подойдем, я покажу. Есть музыкальный лабиринт, там тоже музыкальный инструмент. Слева вот аллея люди сидят. Она пешеходная, длинная, вот во всю длину уходит. И на ней много лавочек. Вот народ сидит. Получается, как озеленение. Здесь есть амфитеатр, есть детские площадки. Ну, сейчас будем подходить, а вот где можно на смотровую площадку там подняться, со смотровой площадки снимем сверху. Есть здесь скейт-дром. Идем дальше. Здесь вход в амфитеатр. Квадрокоптер летает. Кто-то снимает с квадрокоптера. По левой стороне, вот, если идти за этим бугром, справа будет лабиринт музыкальный. Ну, мы к нему потом подойдем еще. А здесь внизу должен быть амфитеатр. Там проходят кинопоказы. Экран 40 квадратных метров. А, вот, есть какой-то... А, сейчас транслируют спортивные мероприятия. Вот такое качество картинки шикарное. Ну, вот, сам стадион Краснодара. По-моему, 34 тысячи посадочных мест у него. Идем дальше. Красивые деревья. Ландшафтный дизайн, конечно, сделали. По проекту немецкой компании делали и разработку парка, и озеленение. Вот внизу музыкальный лабиринт. Это зеленая терраса здесь. Здесь порядка 30 тематических зон. Разделен парк. Это вот под подъем на смотровую площадку. Вокруг вода. Народ, который засматривается в воду, наступает, попадает внизу. Вот сейчас ремонт идет. Еще не запустили. Ресторан, кафе. Вот что-то порядка 250 мест будет. Ну, по причалам. Нет, нельзя. Также здесь есть фонтан, который зимой будет, как каток, использоваться. Искусственный лед. А по левой стороне у нас все тянется. Олейка с лавочками. Территория, конечно, красивая. Народу гуляет, сами видите, сколько. Кто-то устал на газоне, уснул. Сейчас мы спустимся вниз, и там дальше есть детская площадка. Дойдем до детской площадки. Это детская песочница большая. Здесь в кафе будет выход на крышу. А вот где вода, это как раз и будет использоваться, как каток. Там фонтан по стене стекает. Здесь не торопясь, можно провести полдня, обходя все потаенные. Места парка. О, молодежь отдыхает. Вдалеке видно детскую площадку. Там же скейт-дром. Там же есть баскетбольное кольцо. Сейчас будем все это потихонечку обходить. Где-то еще какие-то музыкальные инструменты играют. Ладно, спускаемся вниз к площадке. Есть запруды детям устраивать, задвижки, вода, ручейки пускать. А вот на самокатах, на скейтах, на руликах катаются. Насос для воды. Сколько песка детям оттаскали уже. Весело проводят время. А вот для самых маленьких песочницы. Включили освещение. Плавно перейдем из дневного парка в вечерний парк. Смотрите продолжение. Включили освещение. Много народа развлекается, и это здорово. Баскетбольное кольцо. Дальше есть скалодром. Тоже дети лазят. Пойдем, дойдем до него. Потом выйдем и пройдемся в сторону улицы Восточной Кругляковской. Там тоже красиво. А здесь еще продолжается строительство каких-то объектов. Поэтому строительство парка еще не завершено. Длилось строительство два года. Но красиво, конечно. Затрачено средств много. Много с детьми, с колясками. Много подростков. Подложка песочная. Падать не так больно. Вышли на террасу с другой стороны. И пройдемся сейчас вот здесь наверх. Посмотрим, что видно сверху. И налево в сторону улицы Восточной Кругляковской пройдемся. Посмотрим, что там. О, на квадах катаются. Освещение в перилах сделано. Дальше. 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 Гораз на фоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому выбирать, парковаться лучше с обратной стороны. Там удобно. А так вот все подсвечено. Вон и дневной парк, и днем парк красив. И в вечернее время, когда включается подсветка, тоже все красиво. Газоны подстрижены, все ровненько, все гладенько. Замечательно. Душа радуется в таких местах. Это большие вложения средств. Меценат с большой точки сделать для города такую красоту. Так что, будете у нас в Краснодаре, приезжайте в парк. Посмотрите, посетите. Порадуйтесь вместе с нами. Это того стоит. Место красивое. Также отдельно потом снимем и сам стадион. Будут какие-нибудь игры. Пройдем на сам стадион. Посмотрим, как он изнутри выглядит. Это, говорят, тоже красота. Сколько народу много. И все гуляют. И в ту сторону мы пойдем, в обратную, это уже на парковку. Сейчас подожду, когда еще побольше стемнеет на улице. Как это выглядит в ночное время. Дошли до деревьев. Здесь красиво подсвечены деревья. Под каждым деревом по четыре светильника. Сам стадион подсвечен. А вот этим деревьям придали форму в виде квадрата. Необычно, но смотрится красиво. И здесь же через дорогу, вон видно, пункт проката. И он не один здесь, по-моему, здесь три или четыре пункта. Поэтому можно взять и самокаты, и гироскутеры, и велосипеды, и скейты, и электро... Самокаты тоже здесь есть. Ну, на любой кошелек. Кроны деревьев подсвечены. Вот такие моменты. Они и делают жизнь прекрасной. Ты можешь ходить и радоваться красоте, которая окружает тебя. Уже не первый раз приезжаю в этот парк. И каждый раз, как в первый раз, восхищаешься, конечно, красотой, чистотой и размахом. Здесь и полиция патрулирует на территории. Вот впереди, где подсвечена стена, подсветка меняется разноцветная, это и есть фонтан. И рядом с ним находится водоем, который будет зимой использоваться как каток. И освещение, освещение, много светильников. Угу. Продолжение следует... Вот это и будет каток. Снизу сделаны трубки для охлаждения. Красота. Мы снимем парк еще зимой. Как он будет у нас... Ну, январь месяц. Не декабрь, а январь на Новый год. Тоже сделаю видео и выложу. Купаться запрещено. Наверное, есть желающие. Раз есть водоем, значит, есть желающие искупаться. Здесь деревянный пол сделан. И вот он там, про который я вам говорил. Вода стекает по стене. В жару здесь свежо рядышком находиться. Подсветка меняется. Это вот мы обошли с другой стороны. Ресторан, который я показывал. Ремонтирует, строит. Это подъем в виде спирали. Здесь получается два захода. Не один, а два. С двух сторон равноценно идет. И терраса. Зеленая терраса. Если пройти вон туда прямо, там будет амфитеатр. А мы пройдем чуть-чуть левее. И выйдем в лабиринт, в водяной лабиринт. Это вот столбы стоят. Там насосы. Руками подкачиваешь в виде детских качелей. И вода. Разбрызгивается сверху вода. Ну, опять же, это забава летняя в жару. Сейчас уже темно. По-светлому не дошли. Водяной лабиринт. Водяной лабиринт. Ну и все. Идем на выход. Обратно на парковку за автомобилем. Вроде не много, не мало. А около часа времени в парке провели. Хотя быстреньким шагом пробегались. Чтобы показать. Время уходит быстрее, чем этого хотелось. А людей, что в светлое время, что в темное время. Парки очень много. Это говорит о том, что место нравится людям. А они его посещают. Хотя никаких развлекательных здесь точек, ни аттракционов, ничего нету. А вот именно погулять. Погулять по красивому месту. Вот внизу амфитеатр. Мы заходили в него с левой стороны, а вышли с правой стороны. Ну и все. Вот показал вам наш замечательный парк в городе Краснодаре. Парк имени Сергея Галицкого. Всего вам доброго.